Шеф-лаборатория задумал гениальное исследование. И говорит вам, что нужна чистая линия черных мышек. Для того, чтобы провести свое гениальное исследование, мне нужна чистая линия черных мышек. У вас есть определение чистой линии? Если сейчас пока не помните, вы можете прочесть. Итак, требуется получить чистую линию черных мышек. А линии черности? Тихо, 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 дослушайте. При этом известно, что аллеи черной окраски доминантные, а аллеи белой окраски рецессивные. Приезжайте вы в то место, где разводят мышей специальный эксперимент. Как по-вашему, на каждой мыши там написан ее генотик полностью? Бегает мышка, а под мышкой у нее генетический паспорт. Где все аллеи выписаны? Или нет? Нет, конечно, бегает там стопик с утнуши и сам праздник. Есть черные, есть белые. Ребята, пока делаем простейший вариант. Научитесь как следует работать с самым простым вариантом задачи, тогда уже будем переходить к более сложным. Там бегают просто черные и белые мыши. Ваша задача – сформировать чистую линию. У вас до этого есть два месяца. Почему нужно именно два месяца? За два месяца родится новое поколение. Вот вы взяли, отобрали самцов и самцы. Ссадили их вместе. Через два месяца у вас будут мыши. Что надо сделать, чтобы через два месяца иметь гарантированную чистую линию черных мышей? Чтобы там были только гомозиготы по доминантному аллею. Набрать мыши в питомнике в Биварии, провести некоторую работу, чтобы в финале получить чистую линию черных. Просто нужно взять две черных. Взять две черных. Обязательно для чистой линии. Нет. Совершенно не обязательно. Вы сами вступили родители будут? Нет. Но не написано на мышцах своих родителей. Вы видите, вот они вот бегают у вас. У них известный гипоток, что они полосчертины, либо полосчертины, либо у них А и Черчилль. Уже неплохой закон. Значит, давайте посмотрим, а какие вообще могут быть мыши по окраске. На самом деле, немного вариантов. Все три варианта. Первый вариант. Вот такая мышь, как выглядит. Белая. Вот такая мышь, как выглядит. Черная. Черная. И вот такая мышь, как выглядит. Черная. Черная. Значит, по сути дела, ваша задача к чему сводится? Вы должны сделать что-то такое хитрое, для того, чтобы отличить вот этих мышей от вот этих мышей. Внешне они одинаковые. Скрестите черную соцеревизм. И что вы получите? Если первая мышь доминантно-бомбезигота. Скрещиваем с белой. А белая наверняка какая? Маленькая-маленькая. Как она называется? Рецессивная. 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 Если все дети черная, то какая это была мышь? Чистая. Чистая. А они все черные. Но это была чистая линия или не чистая? Чистая. Чистая линия. Это понятно? Это доминантная бомбезигота. Хорошо. Теперь берем тоже совершенно черную мышь. Ну, вот такую. Скрещиваем с белой. Какие дети? Чистая. Чистая. Половина детей белая, а вторая половина черная. Вот просто так вы провели такое скрещивание. Можно ли совершенно точно разделить вот этих черных мышей на две группы? Да. Вас устраивают те, у которых потомство только черное. Так? Вы собрали вот этих ребят, у которых все потомки оказались только черные, и можете с уверенностью передавать эту группу своему шерку и говорить, вот, пожалуйста, вот она, чистая линия черных мышей. Вам не зачем ждать 100-500 поколений, а вот эти вас не устраивают. Идея-ка понятна? Итак, такое скрещивание, задача которого отличить вот эти два варианта, которые внешне неотличимы, будет называться анализирующее скрещивание. Итак, следующий термин. Анализирующее скрещивание. Это скрещивание доминантной по фенотипу особи с рецессивной по фенотипу. Зачем проводится? Чтобы отличить доминантных гомозигод от гетерзигод. Проводится для того, чтобы отличить доминантных гомозигод от гетерзигод. Еще раз. Анализирующее скрещивание. Это скрещивание между особи с доминантным фенотипом и какой особи? С рецессивным фенотипом. Проводится, чтобы отличить доминантный гомозигод от гетерзигод. Ну что, потихонечку привыкаете к слову? Да. Отлично. А вот теперь, да-да-да, я сейчас еще раз скажу эту фразу, которая вызвала у вас хихиканье на прошлом уроке. А вы подумайте, видите ли в этой фразе смысл, или эта фраза до сих пор для вас совершенно бессмыслена. Итак, рецессивный аллей только тогда влияет на фенотип, когда генотип гомозигод. Понятно. Все понятно. Все понятно. Вы понимаете, что именно так и должно быть, и никак иначе быть не может. То есть облегчение. Вот, конечно, ребят. Именно для этого нужны вот эти бесконечные термины в генетике. Для того, чтобы описать такие события, для которых в обычном русском языке просто нет названия. Если вы попробуете все то же самое описывать обычными словами, вы тут же запутаетесь. Вам не удастся отличить одну ситуацию от другой, а значит не удастся провести никаких участвований. Просто вместо термина можно говорить о пределении. Да, конечно. Но лучше эти определения держать вот здесь. Так? Сами подумайте, сколько времени займет условие сложной задачи, если вместо каждого термина мы будем говорить развернутое определение этого термина. Перминать. Продолжение следует...